Девятая рота Потому что для меня это огромная работа, интересная работа, в которой я узнавал себя, познавал жизнь, разбирался, мучился, переживал, потому что это первые мои работы, а не самые эмоциональные, самые яркие, самые важные, наверное. Вы знаете, самое интересное, что я преподаю в школе судьи меты, и недавно как раз я ребятам говорил, что сделать нужно для того, чтобы пройти пробы. И я им говорил о том, что нужно быть, самое главное, это быть самим собой. Это могут быть разные у вас проявления, вы можете танцевать, вы можете петь, вы можете плясать, вы можете делать все, что угодно, а главное, вы говорите о вашей страсти, чтобы мы видели, чем вы увлечены. И когда у человека это появляется, ты понимаешь, о, а давай его попробуем. Никак. Для этого есть дублеры. Если есть это в сценарии, я обсуждаю, как это видит режиссер, нужно ли это в кино, если может быть такой момент, что он не нужен. Тогда мы это убираем. Я не пробовал, не знаю. Из девятой роты Миша Явланов. Мы с ним очень похожи, поэтому как-то вот мы поддерживаем связь друг с другом. Почему-то в жизни получается так, что друзей среди кинематографистов мало. То ли это следствие профессии, то ли это следствие того, что мы конкуренты. Я не знаю почему, но если вот посмотреть все мои фильмы, в которых я участвовал, и вспомнить, друзья они мне или нет, окажется, что с этими людьми мы очень мало пересекаемся. Может быть, это следствие работы профессиональной, потому что у кого-то... Вы у меня сейчас берете интервью, а кто-то в это время готовится к спектаклю, а у кого-то съемки, и не собрать просто физически людей. Жизнь, она так быстро проходит, и ты не успеваешь, потом думаешь, елки-палки, как много чего я не успел сделать, с одной стороны, с другой стороны, что нам нужно? Просто сказать друг другу, ты мне нужен, или я тебя люблю, или просто привет передать. Мне кажется, это самое главное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова